всем привет вторая попытка мать и приобщиться к прекрасному все-таки понять как же здесь выжить там долго на враждебном мире так записку по инопланетян больше читать мы будем тоже как-то странно что везде валяется одна и та же записка таком от мачете мы возьмем так сперва что нам может пока что у нас есть вода и это вода еда пару таких так для начала надо сделать бамбук все-таки на какой-то полянке селось какой-нибудь домик падает так 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 сделаем 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 шалаш вот палатку отлично где поставим палатку палатку мы поставим прямо здесь так что-то нам надо еще пять палок и 4 листа 4 листа у нас 4 404 стоит наверно все таки где 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 вот вот такие вот вроде 2 и 4 где наша палатка вот наша палатка да листики эти так бамбук рубанем ну руби ее отлично так сколько там надо еще пять палок еще две штучки надо отлично палатка вообще сделаем все-таки добыть чего-то поесть что-то попить попить как показывал в синенькие такие капсулы по поводу питья из водоемов что-то я не видел чтобы что-то подобное загоралась ну да ладно попробую так в игра сохранена так эту палку мы выкинем так мне интересует другое дом у нас подсвечивается да отлично где мы не находились мы всегда сможем найти наш дом так что теперь можно идти так что у нас здесь здесь у нас факелы 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 это хорошо нам нужны не факела нужно найти что-то попить как это очень так это мне показалось ли там кто-то бродит хорошо нашли какое-то эпичное место но опять таки у нас нет никакого журнала никакой заметки поэтому знать что это за место и для чего она собственно нужно мы не можем можем это понять только вот так вот методом тыка прийдя сюда здесь насколько я вижу ничего полезного для нас собственно и не растет то есть кроме а не пардон у нашли камушек зашибись так у меня нафиг не нужен вот эта сама хрень которая нам нужна так заберем все все заберем все заберем и это мы тоже заберем откуда такие звуки авторы судя по всему насморились индийских фильмов так что то весьма странно что на меня одна из живности не попадается учитывая что первый раз мы играли мы видели слишком до хрена свиней который сейчас данный момент я не вижу ладно не суть так что там за камушек кругленький нет ничего интересного там для нас нет так хорошо учитывая что у нас есть можем что-то сделать сходни что за сходни наблюдательная башня бонстрэп кистенная ловушка ворота так что у нас еще и синергетический напиток вот даже как кажется мы ничего интересного здесь ты не можем ну ладно пойдем дальше следует этот проклятый остров блин сейчас самое забавно что нет вообще никакого предметы карты нету карт самого банального самого простого что как раз таки здесь было бы жизненно необходимо можно было коньяк как раз таки ориентироваться хоть как-то и понимать какую сторону мы идем правильно или неправильно ну дом то я всегда найду это понятно но все остальное что так ты не хватает мне вот реально где все твари подевались может я чё-то сделал не так можно я слишком быстро поставил палатку и игра собственно не предназначена для такого быстрого развития забыть может я должен был в вагоне и побегать от этих монстров пару раз пизделей получить а не беру свои слова обратно вон уже птица говорун чё ты испугался не понял что кто-то больше появился на горизонте но никого нету а да не листики рубайки бабушку да иди ты сё а а а а о хорошо блин а что это за странные звуки когда он мясо разделывает что за капание какой-то слизи фу ты кто рычал капибара тот так было бы конечно хорошо нам развести костер и все-таки это мяско поджарить собственно сейчас возможно это и сделаемся я найду какой-нибудь подходящий для этого кустика пока что не вижу ничего такого еще можно добыть палок а нам нужно для жарки что тринадцать палок ладно найдем место где есть кустик где есть кустик кустик это не а вот все сделаем на месте внизу собственно нам уже показывает сколько нам чего надо у нас есть шесть палок с тринадцати надеюсь хоть после приема пищи горячей пищи у нас как раз таки выносливо становится уже мяско повесил как мумичка какая снициативная может и палочки все таки заберешь это молодец еще одна нужна еще одна нужна ну я думаю какая-то тварина побольше нас преследует ну ладно да стой ты с этими животными чем удобно тем что после того как мы один раз лопанули уже животное оно у нас остается стоят на месте как бы в неком таком ахуи собственно у нас есть возможность как раз таки вот добить и дальнейшем ради сделать потому что бегать за этими свиньями довольно таки проблематично ну это да это собственно то же самое место которое мы оказали в самом начале ну да прочтем записку которую опять и напомните а не можно было же вот как то и разнообразить то и получаем информацию кстати это было бы весьма неплохо по вот этой такой локации были разборсаны некие обрывки газет с которой мы помогли как раз таки черпать некую информацию по поводу того что здесь происходит но увы у нас только есть рассказы относительно того что всем заправляют инопланетяне что в городе были замечены инопланетяне но город там нам уже не светит потому что мы далеко не в городе в тех кипениях в которых мы оказались нет никакой абсолютно информации о том что это но не стоит винить разработчиков не стоит винить группу потому что это опять таки это пре альфа версия это даже не версия 1.0 это версия 0.8 ну смотрится опять таки все это живенько и красивенько но не хватает конечно сюжета нет никого повествования к чему все это для чего все это крафта как такового как я уже сказал в игре предостаточно японам и так мясо 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 кожа свинопса о как она называется оказывается чего а кожа нет пардон где-то охренеть которую мы вот жареное мясо птицы зашибись и выносливость у нас такие не восстановилась ладно водички выпьем а а благодаря водичке у нас выносливость устанавливается так а что мы можем сделать со шкуры свинопса как какое-то метательное оружие дротикомет какой-то вы можете защитить свою территорию с помощью этого оружия у вас будет триггер для активации ну ладно так мясо мы забрали блин кто ж так тупает блин у этих свиней реально такой топот как будто животина постарше хочется все таки прожить здесь несколько дней для того чтобы убедиться что здесь животных дохренище но судя по тому что я здесь видел какие-то крабы здоровы блять сейчас бы опять нахрен разбился любые падают с большой высоты я в этом я уже убедился не раз может в принципе дело не в том сколько дней я прожу может дело в том хотя нет уровень сложности здесь не ставится может в определенном месте надо появиться чтобы все эти животины были не знаю пока что никого кроме этих долбоящеров которые на двух ногах передвигаются перекачанных перекормленных стероидами пока что здесь никого более крупного я не видел это пожалуй были и самые крупные существа здесь ну посмотрим переночуем так сказать посмотрим после ночи ну если они выжили не факт что выжили но постараемся посмотрим после первой ночи может что-то разнообразится но в целом скажу что конструктор этот слеплен довольно таки симпатично ну полный мудий конструктор слеплен довольно таки симпатично локации интересные необычные весьма специфично это все представлено какие-то непонятные монстры какая-то инопланетная цивилизация но пока что играть крайне скучно то есть нету как таковой определенной цели то есть опять таки это скорее минус разработчикам которые стремятся на хренящий туру кучу различных игр на тему выживания дайте какое-либо сюжетное повествование для того чтобы у человека реально играя в это был какой-то смысл идти там в определенную точку заниматься чем-то определенным что-то конкретно делать то есть без сюжетного повествования нет стимула то есть где-то все перенасыщаешься этим вот геймплеем беготнёй этой крафтом это просто надоедает возможно по прошествии некоторого количества дней здесь появляются какие-то новые монстры возможно тем самым как-то геймплей разнообразится но опять-таки все строится к тому что мы бегаем убиваем лутаемся крафтим и все то есть решения каких-то задач здесь нету то есть такие игры в принципе обречены на провал я не буду проводить очень много аналогий которые существуют годами собственно те самые игры про которые я рассказывал на своем канале не раз таких игр на самом деле очень много и они на самом деле они выглядят уже довольно таки неубедительно то есть как только они выходят возможно интересно поиграть но проходит месяц два-три год и это собственно напросто надоедает но при всем при этом люди просят деньги за свои проекты хотя проект далеко не претендует на звание а класса ком я могу считать ведьмака недавно вышедшего ну как недавно вышедшего давно вышедшего но я недавно до него добрался пока что в этой игре интересно исключительно исследовать локации смотреть на новых монстров а по большому счету больше здесь делать то и нечего так интересно бамбук то вообще отрастать будет или нет так это у нас что она бамбук лежит ну отлично так не понял где дом блять где дом а сука вот он рядом так сохранимся и давайте-ка сделаем так мясо 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 так нарубим палочек поставим какого хрена так пугать сука какие то бешеные свиньи ну хоть палки рубленые катятся уже хоть видно где они так что нам еще нам еще три палки все конечно замечательно у нас походу ночь приближается и что-то мне подсказывает что нам будет опять жопа так это свиньи тасс это хорошо нам надо сделать костер 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 кто-то там блин где ай палка нужна вот возьмешь ее нет ой фак так ай Jessie у После инопалка так не понял это хорошо что животные строятся его есть что быть посерьезнее ну ладно Ладно, делаем такой. Су, реально стремно, когда эти свиньи здесь тупы. Так, нам нужно еще четыре палки. Ну, все. Су, извиня, ты чего испугалась? Су, извиня, ты чего испугалась? О! Что нам еще для этого надо? Мясо? Так у меня есть уже мясо. Вот мясо. Это же готовое мясо, правильно? Нет. Ну что ж, на этом вторую серию, думаю, закончим коротенькая серия, где все-таки больше порядка будем сразу построить домик, разведи костер. Так что пишите, товарищи, в комментариях, стоит ли в дальнейшем занимать на это видео, стоит ли в дальнейшем как-то развивать события, показывать остальных монстров, которые здесь присутствуют, пытаться как-то выживать не напролет, а не так что построить такую скромную, скромную хибарку из листьев. Так что, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, с вами был Евгений, всем пока!